Приветствую всех искренне любящих Иисуса Христа. Хочу поделиться с вами о прекрасных делах Бога нашего, Дворца Неба и Земли, который очень прост в своих действиях. Их порой настолько, что нам кажется, что это что-то естественное, но это сверхъестественное. Я никогда не видел в своей жизни белые ночи. Мне говорили о этих ночах, которые бывают в Ленинграде, которые бывают на севере. И вот, когда Господь меня послал в 1997 году на Северный Ледовитый океан, в городе Харпи, Лабитнанке и Воркуте, я встретил такие ночи. Я не мог адаптироваться, очень было интересно. Однажды как-то шутил, что в Воркуте никого нет рядом, никого, ни машин, ни людей. Я говорю, куда все делись, что с ними случилось. Оказывается, уже первый час ночи, и я не знаю об этом. Пол пятого, значит, луч и солнце заходили ко мне домой. Я не мог спать, я вставал, я не знал, что делать. Просто не мог спать, вот и все. Вставал и ходил, читал писание, молился. Но с одной стороны очень хотелось отдыхать, с другой стороны не мог спать. Абсолютно белая ночь. Там, в Харпи, была маленькая община. И однажды в доме, на втором этаже, где я жил, а там были деревянные дома, на сваях построенные. И между двумя подъездами отделяли, значит, эти подъезды метровой толщиной огромная стена. Эти стены строили просто так, для того, чтобы во время пожара одно здание, если сгорит другое, чтобы сохранился. Я не знаю, почему так строили, но так строили. Мы и так сказали. И вот эти сваи, они были глубоко в земле. И наверху земли полтора метра высоты. На этом и строился этот дом. Деревянный, двухэтажный. Там было несколько квартир. Вот. И на первом, и на втором этажах. Жила там сестра Ирина. Со своими тремя маленькими детьми. Прекрасная сестра в Господе, искренне любящая Господа Иисуса Христа. И в другом доме, где я жил, это была квартира одной женщины. Звали Вера. Я там жил один. Однажды, когда я работал над Писанием, звонок в дверь, я открываю, а там незнакомая женщина. Потом узнал, что она верующая. Она пришла и со слезами начала просить меня, чтобы я молился за ее сына. Я сказал, сколько ему лет, а ему было 11. Точно так же, как моему старшему сыну тогда было. 11 лет. Я сказал, что случилось. Она говорит, он болеет туберкулезом. И там, где в Диспансере много людей там лечится и не могут их лечить, уже 3-4-5 лет они там остаются, и неизлечимая эта болезнь. Я прошу, молись за моего сына, пускай Бог исцеляет. Я сказал, хорошо, идите домой, я буду молиться. Она ушла, я встал на коленях и начал ходатайствовать перед Господом, чтобы Господь исцелил этого маленького человека. Бог сказал, если вы просите во благо. Бог сказал, если вы просите согласно воле моей. Бог сказал, если вы просите не на зло, а на добро. То есть не для употребления собственных амбиции, не для употребления собственной славы и собственного эго, а для Царствия Божия, чтобы Бог царствовал, чтобы Бог распространил свое царство через тебя на все действия и на всех людей. Через часа два звонок ко мне, и оттуда голос этой женщины, и как визг, как визг, она кричит, она орёт оттуда, что-то, такой голос это вообще, и она кричала, брат Вачик, сын мой исцелён, Бог исцелил моего сына. Я сказал, успокойтесь, сестра, успокойтесь. В воскресном служении пришли человек 15-20, собрались, и до того, как проповедовать, я сказал, Господи Боже, как мне делать, чтобы провести этот момент, и после молитвы я дал возможность, чтобы они свидетельствовали об этом. Пришёл вместе с нею и её муж. Он не был особо так верующий, но после вот этого процесса, этого случая, он пришёл на собрание. Он был работником тюрьмы. Я не знаю, кем он на штате был в тюрьме, но не говорив о том, что он едет к своему сыну, он поехал туда в тюрьму, а жена в это время пришла ко мне просить о том, чтобы я помолился за их сыночка. Когда он поехал туда, в больницу, там доктора взяли его сына на проверку очередную. И когда проверили, узнали и увидели, что все симптомы туберкулёза исчезли. Нету ни одного симптома. Они сказали, срочно забирай своего сына отсюда домой, чтобы он не заразился от других туберкулёзников, которые находятся там. А вот этот целлофановый пакет, который у него свои вещи там, обязательно все вещи, которые там, нужно сжечь. Потому что через эти вещи можно, чтобы заболевать, могут вот эти симптомы как бы передаваться. Они сказали, но вы знаете, брат, что в этих вещах есть ещё Библия, которую читал наш сын. Этот прекрасный маленький человек, он читал Писание. Я сказал, покажите мне это. Они взяли и дали мне этот целлофановый пакет. Я взял в свою руку целлофановый пакет, вот так, и я сказал, во имя Господа Иисуса Христа освящаю. И взял и буквально по моему лицу вот так провёл, так прикасал ко всему лицу своему. Все, значит, верующие, которые там находились, они начали смеяться. Они поняли, что я сделал. Я, чтобы им доказать, что нету там симптомов, что Господь всё это очистил, я показал на собственном примере, что если кто-то там заболеет туберкулёзом, то это я, если там есть симптомы. Поэтому, проведя по моему лицу, я доказал, что Бог через веру всё это очищает. Потом достал из целлофанового пакета все вещи, тоже прикоснул к моему лицу, а Библию конкретно к моим губам. Вот провёл специально, я всё это сделал, показывая всё это и дал им. Через некоторое время вот так собирались, молились, прославляли Господа. Мы на этот раз должны были собираться в доме вот сестрички Ирины. Благослови её Господь. Когда там проповедовал я Слово Божие, белая ночь, вдруг открылась дверь, и в дом вбежал вот этот маленький мальчик, одиннадцатилетний, которого Бог исцелил от туберкулёза. Он вбежал домой и сказал, здание горит. То есть, вот два подъезда, двухэтажное вот это здание, абсолютно сделанное из дерева, построенное из дерева, горит. То есть, спичечный коробок горит. Вы представляете, что обозначает, когда деревянный дом начинает гореть? Тем более на сваях, потому что воздух спокойно заходит под низ, и в буквальном смысле этого слова получается огромный костёр, огромный пожар такой. Все, буквально все, как сговорившись, встали с места, вспрыгнули с места, чтобы выбегать на улицу. Я не знаю, что случилось, друзья. Я не знаю. Но такие моменты, со мной что-то случается, я теряю этику. Знаете, не знаю. Я думаю, что у веры нет этики. Я не знаю. У веры нет интеллекта. Да, именно этот момент, мой интеллект отключается. Абсолютно работает вера. Что-то случается со мной. И я буквально командным тоном сказал, «Всем сесть!» И все послушали, все сели. Я поднял мою правую руку к небесам и сказал всем, «Никому не молиться!» Я запретил всем молиться. Почему запретил? Потому что, если человек вот так, услышав весть, худую весть, так начинает бегать куда-то в суматохе, у него не может быть веры. Вот этой живой веры, через чего человек должен спасаться и спасать других. Значит, молитва этого человека вне веры, это уже вредно, а не полезно. И эта молитва мне скорее помешала бы, нежели помог. Поэтому я запретил молиться. Подняв свою руку, закрыв свои глаза, я посмотрел на Господа и сказал, «Евреям 11 глава». Написано так. «Верою» «Избегали острые меча», «Побеждали полки чужих», «Угошали силу огня». «Огонь, огонь!» «Повелеваю тебя именем Господа и Иисуса Христа!» «Перестань пожрать!» И начал проповедовать дальше. Я проповедовал полчаса, нету огня, хотя и запах дыма был в квартире. Я проповедовал час, нету огня, два часа, нету огня, до 12 часов ночи я проповедовал. Потом мы закрыли, вот собрание наше, помолились радостно и каждый в свой дом. Нужно было отдыхать. Меня повели в рядом стоящий дом, ввели туда на кухню, накормить меня, чтобы уложить спать. Я когда посмотрел с окна, вдруг увидел вот предистоящее здание с задней стороны от начала сваев до конца первого этажа, до начала второго этажа. По всему периметру, по ширине этой квартиры черные, полностью черные. Я сказал, друзья, что это такое? Они мне сказали, брат, это тот пожар, который Господь остановил. Оказывается, приехала пожарная машина и через три минуты уехала, потому что уже не было пожара. Вы знаете, я перед Господом искренне говорю и перед вами. Я не знаю, хватило бы у меня веры, если бы я своими глазами увидел бы этот пожар вот такого масштаба, остановить этот пожар. но я не увидел это, я не видел этого, но Господь остановил этот пожар. Господь исцелил одиннадцатый летного мальчика от туперкулеза, и он здоров. Я не знаю, чем сейчас он занимается, но я надеюсь на Господа, что он стал служителем Бога живого. Я об этом рассказывал многим. Вы знаете, настолько интересно, что многие верующие в это не верят, думают, что это фантазия, но это реальность. Там были человек пятнадцать, двадцать, там сидели они, я и уже не хочу говорить, что он был человек тридцать, если даже там был хоть один человек, там были люди, там был Бог. Понимаете, и это случилось. Знаете, это так чудесно. Господь настолько прекрасен, Он так просто действует. Он так просто действует, и действует в твоей жизни тоже. Если ты обратишь внимание на свою жизнь, ты заметишь, что Господь много чудес творит и в твоей жизни. Посему, обращая на это внимание, заметив действия Бога в собственной жизни, ты начинаешь уже проставлять Господа тогда, когда ты объявляешь об этом себе и другим. Ты должен распространять это. Почему? Потому что это свет Бога живого. Расскажи о Господе. Расскажи, призывай царство Господа. Пускай Бог царствует во всех предприятиях в твоей жизни. Пускай Бог прославляется. Я хотел вот этим маленьким отрывком рассказать еще одно чудесное действие Бога. Бог может не только, и Он владеет над человеческими судьбами, Он владеет над природой, и всем Он владеет над временем. Так что Бог силен и могущественен. Но так как Он естественно действует в Свои сверхъестественные дела, как бы человек этого не замечает. Вот почему Давид говорит в 118-м Псалме «Открой очи Мои, чтобы Я видел чудеса закона Твоего». Да, если Бог не откроет наши очи, мы не можем видеть чудеса этого закона. Мы не можем видеть те чудеса, которые творятся в нашей жизни. Каждый день, в каждую секунду, каждый час и каждое действие в нашей жизни что-то случается, но мы этого не замечаем. Но когда мы живем с Богом, Бог открывает наши глаза, мы начнем это видеть. Пусть Бог благоставит нас больше. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы видели Его руку и Его действия в нашей жизни. Слава Господу! Пусть Бог благоставит вас. Мир дому вашему. Аминь.